Чтобы проводить исследования в Антарктиде и особенно изучать то, что находится подо льдом, нужно иметь крепкое здоровье, железные нервы и очень-очень много упорства. Исследовательская группа биогеографа Сиридвена Фрейзера, которая решилась на путешествие в 2017 году, потрачила невероятно много сил даже на то, чтобы просто добраться до континента. Но этого было мало. Ученые должны были подняться на гору Эребус, часть пути они пролетели на вертолете. Затем, спустя как минимум две ночи, необходимых, чтобы привыкнуть к высоте, которые ученые провели в палатках, они долго шли пешком, иногда пересаживаясь на снегоходы. Пару раз группу настигали метели, их приходилось пережидать в палатках, проводя несколько дней на одном месте, пока снаружи завывал ветер и шел снег. Условия были настолько суровыми, что они не могли выйти из палаток, чтобы сходить в туалет или получить доступ к своим запасам еды. Но цель исследователей стоила того, чтобы терпеть лишения. Они должны были добраться до полевой станции на вулкане Эребус, где температура вдали от геотермальных участков достигает минус 34 градусов по Цельсию. И только оказавшись там, ученые смогли показать всему миру, что на самом деле находится подо льдом Антарктиды. В общем, да, мне нужен кофе. Ненавязчиво напоминаю делать кое-что, если вдруг забываете делать это в конце просмотра. И спасибо тем, кто понимает мое желание оставаться неузнаваемым. Итак, Антарктида. Средняя толщина льда, которой покрывает континент, составляет более двух километров. Однако весь этот лед не распределен равномерно. Восточно-антарктический ледяной щит более чем в 10 раз больше западно-антарктического ледяного щита. Плюс расположен на большей высоте. Из-за того, что в западной части меньше льда, она тает намного быстрее восточной. Здесь средняя толщина льда составляет 1,05 километра, и он классифицируется как морской ледяной щит. То есть его ложе находится значительно ниже уровня моря. Поэтому если попытаться бурить этот лед, то там не удастся обнаружить почву, за исключением пары мест. Но и там почва окажется горами. Все остальное подо льдом – вода. В восточной части ситуация совсем другая. Здесь ледяной щит имеет толщину около 2,2 километра. Но это в среднем. Есть точка, где толщина достигает 4897 метров. От почти 16 эйфелевых башен, поставленных друг на друга. Очень, очень много льда. Всего Антарктида содержит 26,5 миллионов кубических километров льда, что эквивалентно 61% всей пресной воды на Земле. Но когда говорят о таянии этих замороженных запасов, обычно рассматривают отдельные части континента… Ну, отдельно. И последствия таяния тоже отдельно. Например, если полностью растает шельфовый ледник, расположенный в восточной Антарктиде, это будет равносильно повышению уровня моря на 60 метров. По другим данным, на 53,3 метра. Но это не то чтобы сильно обнадеживающая разница. Есть еще, например, ледник Туэйтса, который вообще размером с Флориду. Известный своим быстрым движением, часто называется учеными ледником судного дня, потому что его таяние может привести к повышению уровня мирового океана примерно на 3 метра. Однако о том, что именно произойдет со всей планеты, если огромные массивы льда все-таки растают, особенно никто не переживает. Потому что пока Антарктида держится. Пока тут все еще достаточно холодно, а чтобы катастрофическое таяние все же произошло и весь ледяной покров исчез, потребуется глобальное потепление в диапазоне от 5 до 10 градусов Цельсия. И минимум 10 тысяч лет времени. То есть не стоит беспокоиться, что нас смоют в ближайший вторник или через месяц-другой. Но если ученые знают, какой толщины антарктический лед, то они могут и как-то заглянуть под него. И явно не просто копанием. В этом месте, по сути, около 90% льда нашей планеты. Бурить это никто бы никогда не стал. Далеко, долго, дорого, но и бессмысленно на самом деле. Вместо этого есть более современные способы заглянуть под лед. И основной – это послать радиоволны с самолета и проанализировать эхосигналы. Этот метод называется радиоэхолатированием. Правда, сделать это по всему континенту очень сложно, потому что Антарктида, в конце концов, пятый по величине континент, примерно на 40% больше Европы. К тому же самолеты не могут летать везде, поэтому при изучении подлёдного пространства были большие промежутки. То есть люди, конечно, старались. Вот на эту карту нанесены исследовательские маршруты, которые были проделаны. Их много, но они всё равно не покрывают континент целиком. Но исследователи обошли это препятствие на пути к информации о том, что скрывается подо льдом. Причём сделали это довольно просто, используя существующие спутниковые снимки поверхности, на которых, оказывается, можно различить контуры долины хребтов на глубине более двух с половиной километров. Оказывается, волнистая поверхность льда образует спектральное наложение, скрывающее более грубые особенности внизу. Кстати, чтобы выяснить глубину льда, учёные использовали всё те же радиоволны. В итоге спутник плюс радиоволны, плюс ещё раз радиоволны. И теперь у нас есть яркое изображение антарктического ландшафта. И да, часть видео, которые мы вам показываем, были сняты на Северном полюсе. Но технология схожа, так что для понимания ситуации сгодится. Итак, что же скрывается под слоем льда? Обычно с высоты ледяное королевство Антарктиды выглядит как огромная плоская пустыня. Но под ней находится удивительный и загадочный ландшафт, скрытый от глаз с тех пор, как континент начал замерзать. Около 34 миллионов лет назад. Правда, любоваться им могли только животные. До предков человека было ещё далеко. Однако выяснить, что именно происходило в Антарктиде или хотя бы что находится подо льдом, всегда было сложной задачей. Мало того, что далеко, так ещё и условия очень суровые. Ну, вы помните, я описал их в начале ролика. И только в середине двухтысячных годов учёные начали заглядывать под лёд. Это очень недавно, поэтому и информации очень мало. Просто сравните с изучением мирового океана, которым человечество занимается? Ну, в каком-то смысле почти всю свою историю. И он всё равно практически не исследован. С Антарктидой ситуация ещё хуже. По словам эксперта, Земля под восточно-антарктическим ледниковым щитом изучена меньше, чем поверхность Марса. Понимаете, да? Например, да взять хотя бы реку. Да, там реально была река, и не только она. Когда исследователи изучили полученные спутниковые снимки, то увидели изображение изрезанного рекой ландшафта с глубокими долинами и остроконечными холмами, похожими на некоторые из ныне существующих на поверхности Земли. Часто антарктический ландшафт даже сравнивают с регионом Сноудония на севере Уэллиса. И это, ладно, давайте честно, это очень красивая местность. Учёным удалось выяснить, что территория состоит из трёх отдельных ландшафтных блоков, протяжённость которых варьируется от 121 до 173 километров. Между этими блоками находятся две большие и глубокие долины, которые, как показали предыдущие исследования, вероятно являются фьордами, V-образными впадинами, высеченными в земле ледниками. Все эти особенности ландшафта могли быть созданы речной сетью, существовавшей в меловой период, то есть 66 миллионов лет назад, когда по земле ещё бродили динозавры. А некоторые исследователи ранее обнаружили подо льдом Антарктиды озеро размером с город. И теперь учёные полагают, что там есть и другие древние образования, которые ещё предстоит открыть. Пока что учёным известно, что лёд присутствует в Антарктиде уже около 34 миллионов лет. Но до этого континент был сравнительно тёплым, с климатом, похожим на климат современной южной части Южной Америки. Например, региона Патагония в Аргентине и Чили. Река, о которой я уже сказал, могла вытекать из середины континента к побережью между 34 и 60 миллионами лет назад. В то время, когда другие современные континенты, такие как Австралия и Индия, отделялись от Антарктиды и суперконтинента Гондвана. И хотя сейчас в это трудно поверить, даже человеку с очень хорошей фантазией, когда-то на месте заснеженной пустыни росли деревья, даже целые леса и, возможно, обитали животные. Также есть доказательства того, что в какой-то момент в Антарктиде была тропическая растительность. Но что случилось потом? Как тропики стали ледяной пустыней? На самом деле все просто – движение литосферных плит. По мере того, как массивы суши начали смещаться, реки, вероятно, еще продолжали течь, но только до определенного момента между 34 и 14 миллионами лет назад. А потом территория начала медленно замерзать. Вернее, сначала просто немного охлаждаться. Тогда в речных долинах выросли небольшие ледники. Но затем произошло уже крупное похолодание, приведшее к расширению роста восточно-антарктического ледяного щита. Он все расширялся и расширялся, пока континент весь не оказался погребен под километрами льда. Пейзаж под ледником застыл во времени и с тех пор практически не изменился. Трудно определить, когда именно солнечный свет в последний раз коснулся этого скрытого от посторонних глаз мира. Но исследователи уверены, что это произошло не менее 14 миллионов лет назад. И самое интересное, что подо льдом находятся не только бывшие реки, долины и холмы. Многие люди не знаю, но под морозным фасадом Антарктиды скрываются еще и десятки вулканов. Их настолько много, что пространство под западным ледяным щитом считается крупнейшим вулканическим регионом на Земле. Сто тридцать восемь вулканов. Причем знаем мы о них относительно недавно. Из этих вулканов 91 был впервые обнаружен в рамках исследования 2017 года. Но сразу возникает вопрос, а может ли какой-либо из них начать извергаться? Для геологов этот вопрос одновременно и простой, и сложный, в зависимости от вулкана. На данный момент ученые не смогли определить уровень активности большинства из них. Но мы знаем о двух вулканах, которые классифицируются как активные. Остров Десепшн – подковообразный участок суши к северу от материка, который является частью южных шотландских островов. И гора Эребус – самая высокая вершина на континенте, достигающая 3794 метров. Эребус считается самым южным активным вулканом в мире. Он известен тем, что выбрасывает клубы газа и пара, и даже время от времени извергает каменные бомбы. Но кто так не делает, да? Так вот, одной из самых интересных особенностей Эребуса является постоянное лавовое озеро, которое занимает один из вершинных кратеров. И это довольно редкое явление, поскольку для того, чтобы поверхность никогда не замерзала, требуются очень специфические условия. Кроме этих двух вулканов, Антарктида испещрена фумаролами – вулканическими жерлами, которые выбрасывают газы и пары в воздух. И, в общем, на этом все. Больше нет никакой информации. А вулканы есть. Ученые просто не знают о них практически ничего. Никогда они извергались в прошлом, не могут ли извергаться в будущем. Отсутствие информации связано опять-таки с удаленностью, и суровыми условиями. Сложно доставить в Антарктиду оборудование, и сложно сделать его достаточно прочным, чтобы оно выдержало долгие полярные ночи. Но пока мы ничего не знаем об антарктических вулканах, именно они могут быть связаны с одним из главных сюрпризов этого континента. Сама по себе Антарктида может показаться местом, где практически ничего не происходит. Она настолько холодная, что кажется бесплодной и лишенной всякой жизни. Ученые даже не уверены, были ли тут животные до тотальной заморозки. Однако прямо под поверхностью, похоже, что-то происходит. Я имею в виду сейчас, даже в эти самые минуты. То, что ледники тают, ни для кого не секрет. Но когда лед тает под действием вулканов, между коренными породами и поверхностью, образуются огромные пещеры. Эти пещеры ученые нашли совсем недавно и очень удивились. И есть чему. В пещерах, созданных паром от действующих вулканов, светло. А температура может достигать 25 градусов по Цельсию. Это делает возможным существование целой экосистемы, флоры и фауны глубоко под замерзшей поверхностью. Судебно-медицинский анализ образцов почвы из пещер уже выявил интригующие следы ДНК водорослей, мхов и мелких животных. Вы не ослышались. Животных! Ладно, на самом деле большая часть ДНК была похожа на ДНК мхов, водорослей и беспозвоночных, обнаруженных в других местах Антарктиды. Но не все последовательности удалось полностью идентифицировать. А это значит, что подо льдами может находиться жизнь, в том числе новые виды животных и растений, прежде неизвестные человеку. Конкретно эта сеть пещер, изученных учеными, находится вблизи вулкана Эребус. Но с учетом того, что в Антарктиде есть много других вулканов, там наверняка должны быть и другие пещеры, а в них возможно когда-то обитать другие организмы. И хотя в большинстве таких пещер должно быть довольно темно, так как сквозь толстый лед проникает не так много света, в других ледяной покров может быть тонким, а значит там вполне может быть свет. Но тут стоит сказать одну важную вещь. Пока нет никаких убедительных доказательств того, что в пещерах сейчас что-то живет. Ученые нашли только доказательства того, что жизнь там когда-то существовала. Хотя изучение было довольно поверхностным, и что именно получится выяснить, если заняться пещерами вплотную, можно только гадать. А поскольку найдено все это было недавно, в 2017 году, то все только начинается, и проблемы логистики никуда не делись. Так что придется подождать великих открытий еще какое-то время. Хотя кое-какие результаты уже есть, они были получены всего два года назад. Под огромным шельфовым ледником Антарктиды, в пещере напоминающей собор высотой в сотни метров, обитают стаи маленьких креветкоподобных существ. Это целая экосистема на глубине 500 метров, и естественно, подо льдом. Находится эта экосистема в подземной реке, и там просто полным-полно этих крошечных, похожих на креветок, существ. Началось все со спутниковых фотографий, которые показали необычную выемку в шельфовом леднике недалеко от места его соединения с сушей. Исследователи идентифицировали эту необычную особенность как подземную реку, и направили камеру вниз через ледяной тоннель до самой пещеры, как вдруг изображение почти исчезло из-за сотен крошечных размытых пятнышек в воде. Это застало команду врасплох. Никто не ожидал найти что-то до сих пор живое так глубоко под ледяной поверхностью. Ну а креветки явно не ожидали, что их будут снимать. Так что один-один. И это еще не все. В Восточной Антарктиде находится озеро «Восток», которое погребено под 3700 метрами льда и не было близко к открытому воздуху около 15 миллионов лет. Но образцы, взятые из озера, дали генетические последовательности для 3507 узнаваемых видов, а также около 10 тысяч видов, еще неизвестных науке. Ученые также обнаружили выносливые формы бактерий в сетях соленой жидкой воды. И что получается? Антарктида очень мало исследована. Здесь до сих пор есть места, куда люди не осмелились отправиться из-за суровости рельефа. О том, в скольких местах мы еще не заглядывали под лед, даже говорить не будут. Проще перечислить, где заглянули. И, по сути, подо льдом может прятаться целый неизвестный науке мир. Ну, не динозавры, конечно. На данный момент самое большое наземное животное Антарктиды выглядит вот так. И оно меньше горошины. Но это на данный момент. Вот, чего в Антарктиде точно не найти, так это останков древних людей. В 1985 году на пляже Ямана на мысе Ширев в южных шотландских островах Антарктиды был обнаружен уникальный для этих мест череп. Он принадлежал женщине из южного Чили, которая умерла в возрасте около 20 лет. И произошло это, как полагают, между 1819 и 1825 годами. Все. Это были самые старые, известные человеческие останки, когда-либо найденные в Антарктиде. Знаете, в чем причина? Люди просто не успели в Антарктиду. Помните, что в последний раз он был свободен ото льда около 15 миллионов лет назад? А Homo sapiens существует всего несколько сотен тысяч лет. То есть, если люди и жили на Южном полюсе, то он уже был покрыт льдом. Но совершенно непонятно, зачем им это делать. Тут холодно и трудно добыть еду. Не говоря уже о том, что до Антарктиды просто сложно добраться. Даже сегодня. Чего уж говорить о древних людях. Считается, что первыми людьми, которые обнаружили Антарктиду, были полинезийцы. И произошло это 1300 лет назад. Скорее всего, они просто проплыли мимо, увидели континент, ну и решили, что им туда не надо. Правильно решили. Более известное и общепринятое открытие приходится на январь 1820 года, когда Антарктида была впервые увидена европейскими исследователями. И только в это время на континенте начали появляться люди. Но случалось это редко, да и ненадолго. Жизнь возвращается. Я уже говорил сегодня, что раньше в Антарктике было достаточно тепло, присутствовала зелень и все такое. Но после того, как все покрылось льдом, многие семена растений оказались буквально законсервированными. Вот только климат меняется, влияет на ледники, они тают и обеспечивают условия для роста растений. Уровень моря также повышается, из-за чего большие толщи земли освобождаются ото льда. Но вы уже поняли, к чему я веду. К концу 21 века из-подо льда может появиться новая территория. И не какой-то там маленький клочок земли, а размером с небольшую страну. В недавнем исследовании ученые предположили, что сначала там появятся водоросли и цианобактерии, которые сформируют подложку для роста других форм жизни. Затем очередь дойдет до лишайников. Освоив территорию, они создадут условия для появления более крупных организмов. Семена, те самые, о которых я только что сказал, попадут во влажную маховую подушку и начнут размножаться и расти. Звучит так, будто Антарктида должна преобразиться до неузнаваемости. Практически создать себя с нуля. И она уже делает это. Из-за изменения климата условия для жизни растений в Антарктике улучшились, поэтому более сотни видов уже завоевали этот регион. Например, некоторые из них охватили субантарктические острова на Южной Георгии до острова Ливингстон и продолжают распространяться в направлении антарктического полуострова. Но мне вот что интересно, как скоро Антарктида будет снова зеленой и будет ли вообще? Чтобы ответить на этот вопрос, исследовательская группа использовала данные со спутников и наземные замеры для создания первой полной карты зеленых насаждений Антарктики. Но говорить о каких-то выводах пока рано. Да, Антарктика прячет порядка 44,2 квадратных километра растительности, но это составляет лишь 0,12% от общей площади без льда. А значит, главное, там все еще холод, снег и лед. В общем, подождем. Подледные метеориты Научная группа обнаружила один из самых массивных метеоритов в Антарктике, а также четыре других космических объекта, которые, вероятно, упали на ледяной континент много тысяч лет назад. Исследователи нашли их на поверхности ледника Нилс Ларсон, и они действительно впечатляют. Самый большой метеорит размером с дыню имел вес аж 7,6 кило. Чтобы вы понимали, из 45 тысяч метеоритов, найденных на Антарктиде, лишь около 100 имели сопоставимый вес с этим. По данным исследователей, последнее время метеориты не падали в той области, где была обнаружена находка. Скорее всего, они были погребены подо льдом на протяжении тысячелетий и появились на поверхности лишь благодаря перемещению и таянию ледников. Ученые также отмечают, что благодаря защите от осадков ветра и воздуха под слоем льда метеориты сохранились в первозданном состоянии. И как это обычно бывает с редкими находками, образцы метеоритов отправились в Институт естествознания Бельгии для тщательного оттаивания и исследования. Сами ученые забрали с собой частицы, которые предположительно являются космической пылью, чтобы провести собственные исследования. Арбузы в Антарктике Мы уже говорили сегодня о возможном появлении растительности на вечно ледяном континенте. А как вам антарктический арбуз? Он, конечно, не появился из-подо льда. Для его выращивания пришлось немного потрудиться. Необычный эксперимент в 2023 году был проведен на станции «Восток», которая функционирует круглый год и известна как самое холодное место на планете. Здесь была зафиксирована рекордно низкая температура в минус 89,2 градуса по Цельсию. И как в таком холоде можно что-то вырастить? Запросто. Ученые преобразовали условия в теплицы станции «Восток». Они создали микроклимат с повышенной влажностью и нужной температурой воздуха для успешного выращивания арбузов. Семена посадили в заменитель почвы, а искусственное освещение имитировало солнечный свет. Опыление растений проводилось вручную, так как в теплице отсутствовали насекомые. За пределами теплицы, тем более. И вот, спустя 103 дня после посадки семян, ученые обнаружили 8 спелых и сладких плодов, которые выросли на 6 растениях. Вес каждого арбуза достиг примерно 1 кг, а диаметр доходил до 13 сантиметров. Интересно, что на этом ученые не собираются останавливаться. В планах выращивания ежевики, голубики, клубники? Что-то я проголодался. Пойду поем. А ты пока лайк поставь. Уже поставил? Молодец. До скорого.